Ну да. И, конечно, у вас замечательная работа с точки зрения практической, но третий курс. Но вот экономика, конечно, там, которая у вас представлена, она более детально должна ощутаться. В целом, по отрасли растеневодства используется эта технология, потому что сама экономика не показывает результативность ваших опытов на будущее. Все равно вы исследование будете продолжать. Работа уникально, интересная с точки зрения практического производства. Потому что я сам долгие годы руководил практикой производством, поэтому это имеет огромное значение сейчас, особенно в новых условиях современных технологий. Спасибо. Спасибо большое. Небольшое уточнение. Александр Геннадьевич сказал, что он три года руководил производственной практикой, но вообще на самом деле больше и под производственной практикой Александр Геннадьевич имеет уроководство очень крупным агрохолдингом, где было представлено и семеноводство, и животноводство. То есть речь идет именно о такой работе. Следующий участник нашей конкурсной программы – это студентка четвертого курса Института агроэкологических технологий, Произноярского государственного аграрного университета, Бутенко Марина Сергеевна. Тема доклада – влияние биогумуса на агрохимические свойства агросерой почвы и урожайность кукурузы. Руководитель работы – доктор биологических наук, профессор Ульянова Ольга Алексеевна. Пожалуйста. Добрый день, уважаемая комиссия, участники конкурса и слушатели. Вашему вниманию представляю доклад на данную тему. В последние десятилетия в связи с острой потребностью утилизации сельскохозяйственных и бытовых органических отходов широкое распространение получила вермитехнология. На кафедре почвоведения, агрохимии и красгава органы, содержащие отходы в виде птичьего помета и опилок, перерабатываются с помощью метода вермикультуры в новое экологически безопасное удобрение биогумы. Исследований по оценке данного нового удобрения на разные сельскохозяйственные культуры еще недостаточно для широкого внедрения в сельское хозяйство региона. И поэтому цель исследования состояла в изучении влияния биогумуса на агрохимические свойства агросерия почвы и урожай кукурузы. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи. Изучить влияние биогумуса на агрохимические свойства почвы и урожай кукурузы, а также оптимизировать дозы внесения биогумуса, азофоски и их смеси. Объектами исследования послужили агросерая почва, азофоска, биогумус и кукуруза. Апробацию нового удобрения проводили на стационаре Кросгалу на агросерой почве согласно следующей схеме опыта. Агросерая почва характеризовалась низким содержанием гумуса, слабокислореакцией среды, низким содержанием элементов минерального питания. И поэтому для повышения ее плодородия вносили биогумус в разных дозах азофоску, а также их смеси. Биогумус, используемый в опытах, характеризовался низкими, высокими показателями содержания элементов питания и нейтральной реакции среды. Результаты проведенных исследований показали, что внесение биогумуса в агросерую почву способствовало изменению реакции среды со слабокислой, отмеченной на контроле, до близкой к нейтральной. Внесение 6 тонн на гектар биогумуса в почву способствовало увеличению в 1,3 раза содержания углерода органического вещества в почве. При уменьшении дозы внесения биогумуса в 2 раза отметили снижение его количества. Внесение биогумуса в агросерую почву в количестве 1,5 тонн на гектар на фоне азофоски позволяло сохранить содержание углерода органического на уровне исходных значений. Применение 3,6 тонн способствовало накоплению углерода органического. Двойная доза увеличила этот показатель в большей степени. Низкие показатели коэффициента вариации по всем вариантам опыта свидетельствовали о достоверности полученных данных. Агросерая почва характеризовалась высокой суммой обменных оснований, которая не изменилась под действием внесенных удобрений. Анализ полученных данных свидетельствует, что содержание минеральных форм азота снизилось в удобренном биогумусом варианта опыта, что может быть обусловлено выносом этих форм азота прибавкой урожая. Содержание легкогидролизуемого азота высокое, которое увеличилось под действием биогумуса на 20-50% по отношению к контролю, в зависимости от варианта опыта. Под влиянием биогумуса увеличилось содержание подвижного фосфора. Агросерая почва имела среднее содержание обменного калия. Тенденцию увеличения этого показателя отметили только при внесении в почву высокой дозы, это 6 тонн гектар биогумуса. Минимальная урожайность сформировалась на контроле. Внесение биогумуса способствовало увеличению в 1,2 до 1,6 раза, в зависимости от дозы внесения удобрений. Полученные результаты исследований показали сильные корреляционные зависимости от содержания в почве углерода органического, подвижного фосфора и от реакции почвенного раствора. Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что при внесении биогумуса в агросевую почву в количестве в 3,6 тонн гектар происходит накопление органического вещества в почве. Выявлено, что под влиянием биогумуса в агросерой почве увеличивается в 1,2 до 1,5 раза содержание легкогидролизуемого азота, также подвижного фосфора в зависимости от дозы внесения. Обнаружено, что максимальная урожайность кукурузы формируется под действием биогумуса, внесенного в количестве 6 тонн гектар. Урожайность кукурузы тесно коррелирует с содержанием органического вещества, подвижного фосфора и также реакцией почвенного раствора от просея почвы. Благодарю за внимание. Теперь я готова ответить на Ваше мнение. Марина Сергеевна уложилась в рекордные 4 минуты. Поэтому мы можем увеличить время на вопросы. Вопросы, пожалуйста. Константин Егорович, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вообще-то в природе чудес нет. 3-6 тонн биогумуса, так называемого, я считаю, что это не очень корректно, а то и мы с вами биогумус производим. Повышает так содержание гумуса. Каковы же механизмы и сколько же там органики с биогумусом вы внесли, чтобы так резко, а резко у вас получается, повышается содержание гумуса. Это первое. За счет чего же? Ну, за счет того, что... Ну, 3-6 тонн на гектар. Вы посчитайте, сколько приходится на квадратный метр. У вас волшебные палочки. Ну, как? Понимаете, из ничего не бывает ничего, а у вас произошло. Ну, на органи... Как бы наш биогумус основан на органических отходах. Во них очень много органики. И вот в связи с этим увеличивается. Ну, вот в 6 тоннах пусть будет 5 тонн органики. На квадратный метр сколько приходится, чтобы так сильно выросло содержание гумуса в каком-то слое. И еще, нейтрализующая способность. Чем обусловлен биогумус? У вас там нормализовалась кислотность. С чем это связано? И с изменением реакции среды? Естественно. Умещением гумуса? Ну, что же там действующее является началом, что способствовало снижению кислотности? Не органика же? Ну, удобрение же. Мы говорим о биогумусе. Там есть какое-то действующее начало, которое понижает кислотность. Ну, кальций вы вносили какой-то с биогумусом? И в каком количестве? Спасибо. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Вера Ивановна. Скажите, пожалуйста, Марина Сергеевна, Вы, я в работе посмотрела характеристику самого биогумуса, но я не нашла характеристику исходных компонентов для получения биогумуса. Не можете нам немножечко просветить на это? Что же у нас? Из чего? Из каких конкретно органических отходов у вас получен биогумус? Опилки и птичьи помяты. То есть изделия. А в соотношении? Что за птичьи парни? Было соотношение один к одному. То есть как бы у нас в Красноярском крае много деревообрабатывающих, принимающих компаний. Также птицефабрик расположенных рядом с городом. И вот соотношение было птичьего помета и обилок один к одному. И прошу прощения еще раз за уточнение. Это было промышленное производство биогумуса или Вы в лабораторных условиях разводили своих червей? Какой конкретный червь был? Червь был калифорнийский, сеня и фетидо. Мы их разводили в специально отведенном месте, который наш институт предоставил. То есть у нас есть специально отведенное место, где мы занимаемся размножением и получением биогумуса. Вот еще параллельно, опилки каких пород дерева были? И была ли выдержана идентичность во всех случаях, во всех партиях? Дерево сосна. Сосна была, да? То есть войны прикладали? Да. И черви питались с удовольствием? Ну там было соотношение птичьего помета. То есть не в чистом виде было? На пилок не дошли, может быть. Поели птичьего помета, хорошо. Скажите, пожалуйста, какой срок выдерживания? Три месяца. Три месяца. Да, компостировали. Ну и после этого вы закрыли производство? Или оно у нас многое дичь? Нет, оно сейчас, оно продолжается. Спасибо. Наши черви размножаются. Спасибо. Я очень хорошо себя чувствую. Спасибо. Евгений Александрович, пожалуйста. Марина Сергеевна, у меня два вопроса будет. Первый вопрос. Вы проводили авиационно-полевой оборуд на стационаре, да? А планируете ли в дальнейшем, я посмотрю, до 2015 года выходить куда-то на производственные производства? Ну вообще в перспективе да. Но сейчас мы хотим сначала проверить на стационарных все культурных, вот, овощные также в плане. Сейчас мы выращиваем после кукурузы зерновую, вот, пшеницу посадили. В дальнейшем мы планируем еще на овощных культурах проверить. И если наши, как бы, возможности подтвердятся, возможно, мы выйдем на полевые опыты. То есть на более широкого масштаба. Вот профессор Своронежин задавал про хвойные насаждения, они дошли на них, наверное. Так вот, мне интересно, а вы лиственные не пытались использовать? Ну, пока еще нет, но все впереди. То есть, ну, пока у нас на этом только основано. А какие у вас там лиственные? Да вот это войны. И деловая древесина идет только из войны. Спасибо.